О том, что в праздничный день в поликлинику, объединившую наркологические и психоневрологические диспансеры, с проверкой приедет член Совета Федерации Федерального Собрания России Ольга Леонидовна Тимофеева, руководство городской психиатрической больницы не знала. Она приехала, чтобы лично увидеть, как работают сотрудники и руководство лечебного учреждения, есть ли очереди в поликлинику. Напомним, что раньше диспансеры располагались в отдалении и друг от друга, и от самой больницы. Психиатрические – по улице маршала Арчила Викторовича Геловани, наркологические – по улице Николая Петровича Авдеева. Причем оба находились в плачевном состоянии. В 2015-2016 году сохраняется большое количество людей, которым надо эти справки получить. При замене прав, например, при получении разрешения на ношение оружия, при трудоустройстве на работу в обязательном порядке. И люди ездили, мотались с одного конца города в другой. Плюс были искусственно, там создавались очереди. Но это уже второй вопрос. Второй вопрос, по мнению активиста Общероссийского народного фронта Ларисы Вадимовны Мельник, и был основной причиной объединения двух диспансеров. Создание новой поликлиники разрабатывалось фронтовиками в 2015 году. Люди имеют автомобиль или живут в семье, где есть автомобилисты. Они знали, какой труд был получить справки на Авдеево в наркодиспансере, затем на Геловани в психдиспансере. Как искусственно создавались очереди, невозможно было попасть. Люди записывались с пяти утра. Это все сопрягалось с какими-то оскорблениями, унижениями людей. И потом, как выход, людям предлагали пройти либо в автобусе, который дежурил рядом за определенные деньги, либо идти, например, в «Зеленую волну». То есть, на наш взгляд, это несправедливо по отношению к жителям города, потому что таким образом просто люди искусственно выталкивали на платные медицинские услуги. Новый современный корпус открылся на территории Севастопольской городской психиатрической больницы в мае 2016 года. Один из корпусов лечебницы площадью 500 квадратных метров практически заново возвели в течение полугода. По словам Ольги Тимофеевой, эта поликлиника – пример рачительного отношения к бюджетным средствам и реальная забота о жителях города. Вот этот переходный период, когда город периодически сотрясается теми или иными проблемами, теми или иными скандалами, когда на человека наваливается очень-очень много проблем, вот создавать точки роста качественного, позитивного роста для города, для жителей города необходимо. Вот то, что мы развязали те безумные очереди 2014-2015 года созданием такой единой поликлиники, где объединена и психиатрическая, и наркологическая служба, я считаю, что это огромнейший плюс. Марина Викторовна Лентикова работает в психиатрической больнице с 1980 года. Говорит, раньше на этом месте было полуразрушенное старое здание, в котором располагалась хозяйственная служба и архив. За полвека даже косметический ремонт там не производился. Теперь врачи работают в человеческих условиях. Результаты этой работы вы видите. То диспансерное психиатрическое отделение, которое располагалось в подвале пятиэтажного жилого дома с текущей канализацией, конечно, не идет никакое сравнение с условиями приема больных психиатрического и наркологического профиля. Но мы стремимся к большему. Пациентам нравится? Пациентам нравится. Наверное, удобно работать. Врачи-психиатры имеют свои кабинеты и рады нормальным человеческим условиям работы. Главный врач Севастопольской городской психиатрической больницы, доктор медицинских наук, профессор Ирина Владимировна Шадрина, ответила на все вопросы сенатора и провела экскурсию по отделениям. Очередей за справками в этот день мы не увидели. По словам главврача, самое долгое ожидание за документами не превышает 15 минут. Знаете, иногда бывает, скапливается 7-8 человек, когда подходит автобус. Почему мы еще смогли разгрузить вот эти очереди? Мы пошли по пути договоров и выездных медосмотров на предприятиях. То есть мы выполняем указ президента приближения медицинской помощи профилактической к человеку. Ирина Владимировна, это то, что сделано для жителей города, а то, что сделано для коллектива. Основной вопрос для всех медицинских учреждений города – это текучесть кадров и, соответственно, социальный пакет, который медицинские учреждения обеспечивают своих сотрудников. По словам Ирины Шадрины, за минувший год лечебное заведение покинуло несколько сотрудников. В основном это медицинские работники, прибывшие на работу с материка. Они думали, что приедут в Севастополь, да, летом прекрасно, а вот зимой как-то не очень вернулись в Подмосковье. И уволились два терапевта, потому что одна терапевт не согласилась отрабатывать свое рабочее время на полторы ставки. Она как привыкла при Украине уходить в три часа. И вторая посчитала, что у нее маленькая заработная плата, потому что человек не понимал, что аванс – это часть заработной платы. А заработная плата у нас в этом году в среднем у врачей 33 тысячи. Что касается социального пакета, то все сотрудники прошли диспансеризацию за счет внебюджетных средств медицинского учреждения. По словам Ирины Шадрины, здесь находят деньги и для обследования, лечения сотрудников, нуждающихся в проведении дорогостоящих операций. Они получают материальную поддержку. Тогда текучесть кадров. Что в этом отношении вы можете сказать, потому что для города это одна из злободневнейших проблем. Для того, чтобы удерживать врачебные кадры, мы постарались и провели обучение докторов. Докторов за счет учреждения нашего. Ни один доктор у нас теперь, нет такого доктора, чтобы не имел сертификат. Потому что много докторов приехало с Украины, которым надо было проходить сертификационные циклы. И на работу их не брали, пока они не прошли сертификационные циклы. У нас таких докторов было достаточное количество, но они приехали еще в переходный период, когда брали их без российских сертификатов. Мы для всех для них сделали специализации. С укомплектованностью кадрами все в порядке, говорит Ирина Шадрина. Много молодых специалистов прибыло с материковой части страны. Среди них ученики профессора Шадриной. Михаил Валерьевич Дзык прибыл из Вологды. Говорит, работой доволен, несмотря на то, что часть зарплаты приходится тратить на аренду жилья. Я понял, что это действительно очень хорошее место работы. И последнее время меня радует то, что зарплата у нас увеличивается. Это очень-очень приятно. И перспективы, конечно же, в больнице очень большие. Михаил Дзык оказывает помощь наркозависимым. В день принимает до 20 человек. Столько же людей приходит к нему на обследование на анализаторе. Это анализатор Айкай-20609. Он иммунохроматографический. Он измеряет концентрацию психоактивных веществ и наркотиков, биологической жидкости. Главный врач сообщил о создании в ближайшее время на базе больницы Центра для лечения больных эпилепсии. По её словам, среди сотрудников много хороших неврологов, занимающихся эпилептологией. Все они уже прошли специализацию в Москве на новейшем оборудовании. Сенатор Ольга Тимофеева дала высокую оценку. Управленческим решением главврача больницы Ирины Шадриной, которая, кроме того, в прошлом году добилась аттестации всего персонала лечебного учреждения. Те методы, которые внедряются, дополнительные управленческие решения, показывают понимание руководства учреждения работы на перспективу. Это тоже очень важно. То есть вот фактически мы с вами имеем на уровне распада службы здравоохранения города вот ту точку роста, которую, я считаю, нужно сохранить и нужно очень бережно относиться к людям, которые работают и которые хотят работать. Маргарита Провнина, Андрей Вовк, Севинформбюро.